МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое утро над столицей встает солнце. Оно так и называется. Солнце Москвы. Это светило необычное, крутится вокруг своей оси. Увидеть давно привычное под новым, необыкновенным углом может теперь любой. Еще несколько метров, и открывается взору идеальный город в городе. Город светлого будущего, город мечты. Сейчас мы знаем его под названием ВДНХ. С самого начала история этого города была связана с солнцем. Только тогда светилом было не колесо обозрения, а человек. Глава страны товарищ Сталин. Первый архитектор ВДНХ Вячеслав Алтаржевский задумал сделать выставку не просто культурным центром страны, но центром вселенной. И ядром, солнцем этой вселенной стала гигантская статуя Сталина. Был сделан круглый бассейн, и фигура Сталина. А скульптурой была скульптурой Меркулова, здоровая, метром 40. Высокая, большая скульптура Сталина. Четыре раза за 85 лет этот город в городе менял свое название. В конце 30-х ВСХВ – всесоюзная сельскохозяйственная выставка. С конца 50-х ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. С начала 90-х ВВЦ – Всероссийский выставочный центр. И снова привычная ВДНХ. Статуи Сталина давно здесь нет. Теперь огромная страна – свой собственный центр вселенной. И у выставки появился новый смысл – объединить все регионы России. Это фактически модель такого будущего и такой среды человеческой жизни во всех аспектах, во всех аспектах, к которому надо стремиться. И вот это, на мой взгляд, должно являться главным экспонатом ВДНХ. Вот у нас на 1 мая прошло шествие. Мы немножко забыли про это. Я выросла в советское время. И наше шествие – это был такой праздник единения. Все вместе с радостью. И вот мы сейчас шли по ВДНХ, к нам все присоединялись. Непроходимые болота. Изредка полянки, на которых стоял цыганский табор. Именно здесь граф Шереметьев подыскивал бойких цыганок в свой крепостной театр. Но большей частью это мифы. Заброшенной эта земля не была. Графские парники, теплицы, сады. Изначально вся эта территория принадлежала Шереметьевым, которые создали здесь дворец. Это то место, вокруг которого фактически эта территория начала развиваться. И здесь интересная деталь, что дворец был театр. То есть, по сути дела, это была уже тогда театральная декорация. Поэтому выставка, по сути дела, тоже большая декорация. В некотором роде продолжала традицию старых хозяев. Северный вход. По форме и по сути триумфальная арка. В конце 30-х его задача прославлять коллективное хозяйство и его достижения. С тех пор почти не изменится. Только барельефы исчезли и молодые павильоны поджимают. Давно уже его не зовут главным входом. Сегодня это всего лишь Северный вход. Но 85 лет тому назад именно он встречал первых гостей и радовал их белизной изящных пролетов. Это случилось 1 августа 1939 года. С середины 30-х годов в это время возникла идея сделать всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Практически все павильоны были сделаны по конкурсу. Выставку инициировал Всесоюзный съезд колхозников. За право участия боролись тысячи колхозов. Перевыполняли планы, увеличивали нормы, сдавали пятилетку за три года. Зато в награду могли получить автомобиль или мотоцикл. Роскошь по тем временам. Выставка создавалась как громадная утопия. Причем ее идея, ее смысл менялся со временем. Так же, как менялось само время. В самом начале это была сельскохозяйственная утопия. Поэтому и выставка называлась собственностью сельскохозяйственной. Это была утопия изобилия сельскохозяйственных продуктов. То есть создание огромного количества продукции, еды, которая так была необходима стране после гражданской войны, после индустриализации. То есть когда более-менее наступило такое затишье в общественной жизни. Здесь горожане и гости столицы могли погрузиться в жизнь колхозника с головой. Сами покормить животных, посмотреть, как герои соцтруда при орденах доят коров. Здесь впервые в Москве люди увидели те фрукты, овощи, которых они никогда не видели раньше. Потому что все-таки тогда не существовало телевидение, очень ограниченное радио. Люди, в общем, очень мало получали информации. И вот живет свинарка скромная, простая, растит вдали красавцев порося, а экскурсанты, словно птичьи стаи, к ее портрету милому спешат. Пойдемте дальше. Знаменитая пара – рабочий и колхозница. Эмблема советского строя попала в город мечты прямиком с парижской выставки 1937 года. Для 30-х это был невероятный архитектурный вызов. Первая в мире скульптура из нержавеющей стали. Долгое время рабочие и колхозница встречали гостей ВСХВ при въезде и настраивали на определенный лад. Через пару минут посетитель увидит своими глазами настоящие дворцы для рабочих и крестьян. Но взлетом ее таланта является, конечно, рабочий дворец. Эта скульптурная группа для советского павильона в Париже принесла вере Игнатьевне мировую возможность. Сборка статуи – подвиг советских инженеров. Технология оказалась очень трудоемкой. Одни только чертежи готовили 23 человека. Чтобы доставить рабочего и колхозницу в Париж и обратно, фигуры распилили на куски. Они заняли 28 вагонов. Статуя приехала обратно в разобранном виде. И начались дискуссии, куда ее установить в Москве. Вера Мухина, автор скульптуры, очень активно участвовала в этой дискуссии. Были разные идеи. В частности, она выступала больше всего за то, чтобы ее установить на нынешних Воробьевых горах, на возвышенном таком месте. Но тогда, как раз в этот период, в 1938 году, стало понятно, что выставка, которая открывается, она как будто бы немного проседает в художественном плане. Что ее нужно чем-то укрепить, усилить в смысле художественной выразительности. Один из первых фильмов послевоенного времени «Весна» от Григория Александрова вышел с той самой заставкой, которая стала лицом киностудии. Чтобы ее создать, был объявлен всесоюзный конкурс. Подключились художники всей страны. В том числе Вера Мухина, известная скульптор, автор скульптурной композиции «Рабочий колхоз». Вера Мухина специально для Мосфильма сделала авторскую копию своей скульптуры тех пор неизменна, с некоторыми видоизменениями, естественно, она осовременивается, но, тем не менее, этот символ остается символом Мосфильма вот уже долгие-долгие годы. Стиль заставки менялся уже несколько раз. Но сами «Рабочий» и «Колхозница» неизменны. Правда, сама скульптуру уже не встречает гостей ВДНХ у главного входа. С 50-х годов у выставки новое парадное лицо. Российский Петергоф, французский Версаль, австрийский Шонбурн. Но в 1954 году нигде в мире уже ничего подобного не строили, кроме СССР. Генеральный план ВДНХ сейчас – это такое продолжение развития традиции парковой и дворцовой архитектуры и 19-го века, и даже более ранней. То есть, если мы посмотрим на ВДНХ, мы видим парадную часть, такую, как положено, во дворце. Дальше эта парадная часть с таким регулярным парком становится постепенно все менее формальной. И дальше уже ближе к прудам это уже превращается в такой ландшафтный парк, предназначенный для прогулок. Но все это появилось далеко не сразу. В 30-е годы район Останкино – самая окраина Москвы. Пришлось проложить автобусные и троллейбусные маршруты. Первое время выставка работала лишь несколько месяцев в году. Столице не хватало гостиниц, поэтому деревенские призеры и дипломанты обитали среди собственных экспонатов. Безусловно, довоенную выставку не планировали навсегда. То есть она не планировалась на века, она все-таки создавалась, как любая выставка, как нечто временное. И поэтому, конечно, такой амбиции, чтобы это стояло столетие, такого не было. Кроме того, исключительно экономические соображения говорили о том, что ее нужно строить из дерева. Буквально несколько строений того времени были сделаны из капитальных конструкций, из камня, из кирпича. 1941 год. Выставка проработала лишь месяц, а потом многие ее сотрудники вступили в ряды Ростокинской дивизии и ушли на фронт. Павильон в Ветшале. Огромная территория зарастала травой и кустарником. Но всего через 13 лет эти места было уже не узнать. Мое впечатление связано с открытием выставки, когда она стала называться выставка «Достижение народного хозяйства». Это был в 54-м году, мне было 8 лет. И архитектура стала другой. Нужно было показать, что мы самая сильная держава, и нам для народа ничего не жалко. Главный вход в новый – изобильный свободный мир. Колосс на мощных ногах с высоко поднятой головой в виде тракториста и колхозницы – символа государства, рабочих и крестьян. Радостно несли они золоченый сноб в своих руках, гостеприимно встречали гостей. В 1954 году выставка «Достижение» открылась заново. Отныне официально объявленный стиль в архитектуре страны – парадность. Это результат реконструкции и большой перестройки, которая произошла после войны. Вот эти объекты, которые мы видим сейчас – главный вход, главный центральный павильон, все вот эти фонтаны знаменитые, «Дружба народов» и два других – это все постройки 50-х годов. ВДНХ – это создание вот того самого имперского сталинского стиля, понимаете, когда вот этот конструктивизм, там, так скажем, 20-х годов был, мягко скажем, убит. Победила, конечно, школа Жолтовского, которая вот создала вот этот, ну, как бы рай на земле. Именно 50-е годы определили лицо выставки на многие десятилетия вперед. Страна нуждалась в наглядном показе победы над фашизмом, победы над самой смертью. Советское руководство, оно очень высоко подняло планку, и здесь нужно было показывать все самое удивительное. Нужно было, как в 30-е годы людей удивляла культура рабочей колхозницы, то дальше, в последующие годы, на ВДНХ всегда нужно было удивлять посетителей. То есть каждый павильон, он не только содержал внутри какую-то экспозицию, но и сам он был живым экспонатом. Например, очень яркий пример – это павильон «Строительные материалы» номер 62, который сам по себе показывал строительные технологии того времени и представлял собой очень интересный такой фалаш из разных технологий, в том числе гигантский стеклянный куб, который вот основной объект показывал. Богатый декор, примета времени – лепнина и резьба по дереву, майоликовые гирлянды и позолота, изящная мозаика и эффектный мрамор. Объединить все республики и их богатство в единое целое – цель выставки начала 50-х. Именно поэтому у каждой из республик непременно был свой павильон в национальных традициях. Именно поэтому появился новый символ, красотой и блеском затмивший все былые сооружения. Я первый раз появился на ВДНХ в мае 57-го года в коляске и спал. Меня привезли родители. А когда включился фонтан, я проснулся, сел в колясочку и захлопал в ладоши. Вот мое первое впечатление от фонтана и ВДНХ. Этот фонтан назвали «Дружба народов». Колхозницы все как одна красавицы – золотые руки. И это не для красного словца – все 16 девиц покрыты настоящим сусальным золотом. Вот только одна из них оказалась лишняя. Уже к концу 50-х союзных республик осталось лишь 15. Парадокс объяснялся просто – в 1956 году перестала существовать Карело-Финская ССР. Но ко всем 16 золоченным девицам уже привыкли и разлучать их не стали. Выставочные фонтаны – не только сами по себе чудо. Под этими бассейнами, под асфальтом и даже под павильонами – тайный подземный город, невидимый глазу обычного посетителя, но родной для обслуживающих фонтаны инженеров. Вся энергетика, водопровод и другие инженерные сети принадлежали управлению и находились на балансе. И все разрешения, лицензии и прочее тоже были. Поэтому мы были полноправными хозяевами всей инженерной системы ВДНК. Особого труда требовала подсветка огромной территории выставки. Вы сейчас стоите на территории, где практически ничего с тех пор не изменилось в 50-х годах. За исключением технической оснастки. Были стеклянные шары по 18 штук на каждой опоре, как и сейчас. Но если то было стекло, это небьющийся, светостабилизированный поликарбонат. Поэтому это очень важно. В период 90-х годов, то стекло очень сильно постреляли. Да, из пневматических пистолетов, оружия. Это был тяжелый период. Но сейчас это все выглядит так, как когда-то было задумано архитектом. Металл, бетон, стекло. Павильон-механизация – один из самых узнаваемых павильонов ВДНХ. Его история поначалу складывалась драматично. В 1937 году проект Вячеслава Алтаржевского признали неудачным. Белоснежный павильон не мог вместить громоздкие комбайны, тракторы и самолеты. СССР – страна большая. Там были машины и предназначенные для Средней Азии, более или менее облегченные машины. И для северного, более северного климата. То есть номенклатура была очень и очень большая. Правительственная комиссия сочла здание примитивным, уродливым. Уже построенный павильон пришлось снести. Главного архитектора ВСХВ Алтаржевского отстранили от должности и сослали в Воркуту. Павильон много раз перестраивали, пока в начале 50-х не объявили новый конкурс. И отец со своим товарищем по аспирантуре, они тогда учились в аспирантуре оба, они участвовали в этом конкурсе. И среди групп других участников выиграли этот конкурс. Уже финальным был в основном павильон. Далеко от главного входа нужно было пройти все расстояние выставки. Он был флангирующим. Ему придавали определенно повышенное внимание, поскольку это был конечный аккорд. Самый большой павильон на выставке, он изначально назывался «Механизация». Потом он стал называться «Механизация и электрификация сельского хозяйства». Потом его переименовали в «Машиностроение», а позже его переименовали в «Космос». Потому что это был самый большой павильон, и, естественно, все космические экспонаты могли поместиться только там. В считанные годы с выставкой произошли кардинальные перемены. Прежде всего она сменила имя. С 1959-го это всем знакомое – ВДНХ. К выставке подвели линию метрополитена. Ярославское шоссе застроили типовыми домами, соорудили телецентр Останкино. Всеобщее увлечение сельским хозяйством осталось в прошлом. И выставка открылась вновь как промышленная. Выставка устаревала с каждым годом. Хотя была ротация тех экспонатов, которые демонстрировались. Конечно, это было. Но выставка потеряла свою свежесть, свою задачу быть выставкой. И вот тогда эта утопия уже смешалась с идеей построения коммунизма. Потому что построение коммунизма, оно впрямую связывалось с достижениями науки. А это что такое? Это атомная энергетика, радиоэлектроника и, конечно, космос. По настоянию Хрущева павильоны республик начали активно переименовывать. В павильоне Российской Федерации, украшенном снопами, вдруг установили ядерный реактор. Белорусский павильон с его растительным орнаментом нарекли электротехникой. Модернизм и минимализм – новые веяния в советской архитектуре. Сталинский декор стремительно вымирал. Он уже не в состоянии выразить новые идеалы поколения. Шло соревнование двух систем во всем. И очень многие конструктивные решения и эстетические решения предлагали американцы в своих выставках, в своих конструкциях. Естественно, советские архитекторы это видели и знали. И поэтому ряд павильонов, которые делались уже после 50-х годов, вот это была главная реконструкция, они применяли то, что, мы будем так говорить, принято уже как классика современная в мире. Сейчас архитектуру советских 60-х принято считать безликой. Еще в 1955 году партия приняла постановление об излишествах в архитектуре и строительстве. Оно фактически отменило сталинскую классику. Его целью был технический прогресс, а результатом стало типовое строительство. Хотя на ВДНХ тогда использовали передовые технологии. 62-й павильон. Вот это павильон охраны природы. Ну, он назывался строительные материалы. То есть павильоны меняли свое название. Но он совершенно уникален с точки зрения конструкции. В этом павильоне отопление осуществляется за счет специальных керамических таких секций, которые нагреваются следующим образом. Они опускаются в горячее масло, причем это масло ароматизировано, поднимаются и своим теплом излучают и отдают вот это тепло воздуху помещения. История ВДНХ СССР закончилась вместе с историей Советского Союза. То есть в 1991-1992 год как раз такое образование, как ВДНХ СССР, прекратило свое существование, закончилось финансирование. И, в общем, жизнь на выставке началась совершенно в другом формате. В формате самоокупаемости и так далее, и так далее. Конец 90-х. Там продажа шуб, здесь постельное белье, выставка кошек, янтаря. На месте города мечты Всероссийский выставочный центр, который совсем не оправдывал свое название. Суть и дела ВВЦ – это была большая ярмарка, большая торговля. Поэтому вот такой период безвремени прошел для ВДНХ под таким немножко безликим названием. Иногда павильоны перестраивались, иногда строились новые павильоны. Ну, в общем, вот она продолжала жить, пока уже в 90-е годы не пришло понимание, что это объект культурного наследия. Многое с тех пор реконструировали, многое снесли. У каждого ветхого домика нашлись свои защитники, те, кому дорог даже крошечный след истории. Ведь среди этих прямых улиц, цветущих садов, скульптур и мозаики выросли уже четыре поколения. С первого дня работы выставка ассоциировалась с юностью. С жизненной силой, верой в будущее. Под этими арками люди встречались, на этих скамейках признавались в любви. Под этими фонарями строили планы. Нужно не забывать, что за все время 90-х, нулевых годов, когда выставка называлась ВВЦ, станция метро продолжала называться ВДНХ. Поэтому для москвичей, для гостей Москвы это всегда все равно поехали на ВДНХ. А начиная с 2023 года призыв звучит так – поехали на Россию. И это не грамматическая ошибка. Россия – так называется грандиозная выставка достижений обновленной страны. Владимир Владимирович Путин подписал указ 29 марта 2023 года. Вот, поэтому у нас было буквально 5-6 месяцев на подготовку. А так как это полноценное экспо, экспо обычно готовится 4-5 лет. Мы где-то за 5-6 месяцев подготовились. И вот 4 ноября 2023 года мы открылись. Мы делали эту выставку всей страной. Все регионы у нас тут впервые, как вы видите, вообще впервые за всю историю на выставке собраны все 89 регионов. Обсуждались разные площадки, потому что всегда, когда принимается решение, обсуждаются разные варианты, это нормально. Но, конечно, в ВДНХ вне конкуренция. Она и была создана для того, чтобы продемонстрировать достижения нашей страны. Здесь играли массовые свадьбы молодожены со всей страны. Здесь кормили блюдами всех национальных кухонь, открывали телепорт на Камчатку и проводили танцевальный флешмоб для пенсионеров. На выставке в форуме «Россия» всего за несколько часов можно узнать, чем живет страна именно сейчас. 12 миллионов человек посетило нашу выставку. Это огромное количество людей. Я им очень благодарна. У нас 42% из регионов приезжают, 58% это Москва и область, и иностранцы. Есть такой стереотип, что в России мало иностранцев. Это не так. Я говорю как человек, который каждый день находится на выставке. И мы видим очень разную речь. Есть красивая фраза, что солнце никогда не заходит над Россией. Именно на ВДНХ это как никогда верно и актуально. В какой форме застынет на долгие годы современная история, остается лишь фантазировать. Но фантазировать некогда. Нужно строить, ведь время так быстро бежит вперед, даже в, казалось бы, застывшем на века городе мечты. Редактор субтитров А.Семкин